Гражданство Казахстана перестанут выдавать без знания государственного языка? Кульцары, что сейчас происходит в городе? Градус напряжения продолжает расти? А еще расскажем о чиновниках, которых наказали за плохие дороги и камбэки сборной страны на чемпионате мира по хоккею. Вы смотрите прямо по Кунаеву. Меня зовут Бауржан Сарбасов. Поехали! Незнающим государственный язык иностранцам будут отказывать выдачи гражданства Казахстана. Соответствующие изменения уже внесены в действующее законодательство. Также кандидатов будут проверять на знания истории республики. Принимать экзамены будут представители Министерства науки и высшего образования. Со своей стороны в МВД отметили, что такая практика распространена и во многих других странах. Знание языка необходимо желающим получить гражданство республики. Чтобы быстрее влиться в общество и участвовать в жизни государства, во многих странах для получения гражданства необходимо сдать экзамен на знания истории государства и государственного языка. Также изменения затронут лиц, имеющих несколько гражданств. Напомню, в нашей стране такая практика запрещена. Но раньше документы лишали только за приобретение гражданства иностранного государства. То теперь решение об аннулировании будет приниматься даже при использовании лицами паспорта другой страны. Знание языка гражданства нашей страны будет утрачено в случае использования паспортов другого государства после приобретения гражданства Казахстана. Ранее предусматривалась утрата гражданства РК только за приобретение гражданства иностранного государства. Людей уже меньше, но требования все те же. В Кульсары шестой день продолжаются. Протесты местных жителей, чьи дома затопило во время наводнения. Консенсус между населением и властями до сих пор не найден. Напомню, главный камень преткновения сторон – размер компенсационных выплат за пострадавшее жилье. Чиновники готовы выделить до 240 тысяч за каждый квадратный метр. Жители настаивают, что сумма должна быть почти в два раза больше. Но несмотря на это в населенном пункте продолжается оценка пострадавшей недвижимости. Ее областные власти обещают закончить к концу недели. 500-ден астан нәтижелерін тұрғындар қолдарына алды. Онын ішінде қазіргістанда 105 тұрғын өте мақысынна келісімдерін бер. Одаң бір бөлік қазір 700 тұрғын үйдің құрылсын жүргізіліп басталды. Жерлерін дайындып, осы ертенен бастап, жана фундаменттерінің тұйыға кірсеміз. Қазіргістанда құлсары қаласында зардап шеккен азаматтар көмек көрсеті өйінші жүргізілуде барлық үйлердегі аралап, ол жүрде техникалық жанағы байқауды және бағалы ұтын жанағы заттардың барлың аралап шықты, қазіргістанда нәтижесінің қортыңызыларын шығарып жатыр. Қазіргістанда қортыңызыларын ұтының қортыңыз ұқты . Чем и когда закончится эта история пока точно сказать никто не может. Владельцы пострадавшей недвижимости заявляют, что намерены находиться у здания местного акимата до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены полностью. Чиновники, в свою очередь, неоднократно заявляли, что пересмотра размера выплат не будет. Нам остается пока только следить за развитием этой истории. Уральск. И здесь дома также пострадали во время наводнения. Вечером 20 мая на небольшой площади собрались около сотни человек. По словам местных жителей, они устали жить в эвакуационных пунктах, а также в целом от неопределенности. Стоит отметить, что в конце марта аким города Миржан Сатканов уже получил один выговор за бездействие во время паводков. Интересно, удастся ли ему реабилитироваться за тот проступок в глазах горожан сейчас? А если нет, будет ли стоить ему это собственного кресла? Поживем, увидим. У берега банка новый владелец. Им стала каторская компания «Леша Банк». Как следует из сообщения, которое было опубликовано на сайте иностранного финн-института, договор купли-продажи стороны подписали в конце марта этого года. Сумма сделки составила 65 миллиардов тенге. Как и ожидалось, новость не осталась незамеченной со стороны вкладчиков банка. Некоторые всерьез забеспокоились о своих сбережениях. Однако эксперты причин для паники не видят. Сделка давно ожидалась. Наконец она случилась. Обсуждалась она даже, я скажу, больше, чем полгода. Поэтому я горячо ее приветствую, эту сделку. Ни в коем случае она не скажется на вкладчиках банка, потому что Берегий Банк, насколько я знаю, он также участник страхования вкладов к ФГД. Поэтому никак не скажется, никакой паники. Я думаю, даже более интересно оставаться вкладчиком банка. Как это отразится в целом на банковской сфере страны, пока сложно сказать. Именно как отразится, я думаю, будет зависеть от дальнейшей стратегии основного акционера. Я так представляю, что сейчас будет пару месяцев принимать дела, потом будут думать разрабатывать новую стратегию, потом ее презентовать, мы увидим. Напомню, это уже не первая трансформация, которую переживает Берегий Банк и его вкладчики. Ранее в результате слияния клиентами Фининститута неожиданно стали тысячи казахстанцев, которые были клиентами российского Сбербанка. Сейчас же эксперты ожидают новую волну изменений. Причем она не ограничится пределами самого банка. Для банков наших это новая конкуренция. Посмотрим, каких менеджеров наберут они. Скорее всего, большая часть будет казахстанцев, но я думаю, также будут и иностранные участники. Может быть, как вариант, я не знаю, почему бы и не внедрить какие-то исламские инструменты. На них есть большой спрос. Можно и так сделать. А в отношении цены я не думаю, что продали дешево. Все наоборот. Скорее, выкупили Сбер дорого. А банк продали нормально, в общем-то. Единственное, что меня интересует, что сразу объявили цену. Обычно, когда продаются банки или такие активы, которые приносят прибыль, обычно есть фиксированная цена, часть, и остальное, это по итогам первого года работы может быть. Какой-то variable называется. Изменяемая цена в зависимости от прибыли, которую покажет текущий портфель. Вот это я пока чуть-чуть не понимаю, но я думаю, что... Ну, раз договорились, так договорились. Не думаю, что цена была слишком дешевой. Отмечу, что в 2023 году в качестве потенциальных инвесторов в береге банка назывались бизнесмены из Катара и Грузии. Также интерес проявлял Европейский банк реконструкции и развития. Но, как сейчас стало известно, тогда стороны не смогли добиться компромисса. Эксперты полагают, что причиной этому стала цена вопроса. Тем временем в Шимкенте оштрафовали чиновников. Да, вы не ослышались. Причина, внимание, плохое содержание дорог. Нарушения во время мониторинга обнаружили прокуроры. В надзорном органе установили, что работы по уборке дорог и улиц, а также ямочный ремонт не проводились. Хотя работы эти были не только оплачены, но и приняты. В итоге наказание понесли заместитель Акима Каратаусского района и заместитель руководителя управления транспорта и автомобильных дорог. Также прокуроры выяснили, что сразу несколько городских дорог, которые состоят на гарантийном обслуживании, находятся в удручающем состоянии. Поставщики должны на основе гарантийного срока обеспечить качество дорог. Однако такие работы не были проведены. Образовались ямы, что повлекло за собой аварийные ситуации на дорогах. В течение дня нам поступает около 10-15 случаев, когда автомобильные происшествия возникают из-за появления ям. Отмечу, что это положение дел только в одном районе города. Как обстоят дела с дорогами во всем мегаполисе, можете рассказать в комментариях к этому выпуску. А еще интересно, насколько повысилось бы качество асфальта, если бы чиновники оплачивали бы все дефекты дорожного полотна из своего кармана. Сборная Казахстана накануне вечером победила соперников из Польши в заключительном матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии. Матч закончился убедительной победой нашей дружины со счетом 3-1. У казахстанцев шайбы на счету Никиты Михайлиса, Валерия Орехова и Романа Старченко. Эта победа позволила Казахстану подняться на шестое место в группе «Б». А самое главное – сохранить место в топ-дивизионе на следующий год. Подводя итоги главным событием дня, хочу пожелать, чтобы дороги у нас в стране были такие же гладкие, как лед на хоккейных коробках. А вода утоляла не только жажду, но и приносила только положительные эмоции. Оставайтесь на нашем канале, а еще подписывайтесь и ставьте лайки. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok